Учитесь, дерзайте, открывайте, действуйте. А мы будем гордиться вами и радоваться. Добрый путь еще раз в первый курс. Состязание творческих коллективов Казанского федерального университета в рамках Дня первокурсника 2023 подошло к своему логическому завершению. На протяжении двух недель студенты упорно доказывали, что именно они достойны стать участниками гала-концерта, на которой ежегодно отбираются самые яркие представители вуза. 26 октября свои номера представили 11 институтов и один факультет, которые за время подготовки успели не только усилить свой творческий потенциал, но и влиться в студенческую жизнь и почувствовать себя частью большой семьи Казанского федерального университета. Вот это ощущение сцены, оно будет с вами навсегда. И когда вы, ну скажем так, станете чуть более взрослыми, чуть более занятыми, иногда вас очень-очень сильно будет тянуть на сцену. И не для того, чтобы сказать какие-то приветственные слова, как иногда это делаем мы, а просто для того, чтобы почувствовать вот этот вот азарт, этот трепет в кулисах и восторг от аплодисментов. Сюжетная линия начинается с диалога разработчиков, которые попали в реальность бесконечного фестиваля Дня первокурсника. Постоянные отстройки, генеральные репетиции и выступления. Вот что ждет героев каждый день. Но долго продержаться им не удалось. Они столкнулись с искусственным интеллектом, который доказал, что в таком режиме невозможно жить не только человеку, но и роботу. Поэтому они приняли совместное решение двигаться дальше. В этом году гала-концерт соединил в себе вокально-инструментальные композиции, выступления оркестра, ансамбля народного танца, а также блок уличной хореографии. Модные наряды, бархатные голоса, четкие и дерзкие движения. Все это слилось воедино. Поэтому фестиваль можно считать не только динамичным, но и уникальным. В рамках фестиваля состоялась церемония награждения институтов в больших, средних и малых группах. Места распределились следующим образом. Дипломом первого места в малой группе торжественно были награждены Химический институт имени Бутлерова и Институт математики и механики имени Лобачевского. В средней группе призерами стали Юридический факультет и Институт психологии и образования. А в большой группе победили Институт международных отношений и Институт управления экономикой и финансов. Гран-при в этом году взяли творческие коллективы, Институты социально-философских наук и массовых коммуникаций. И Институты филологии и межкультурных коммуникаций. Большую работу в подготовке масштабного гала-концерта проделали не только творческие коллективы Казанского федерального университета, но и техническая группа, которая на протяжении всего фестиваля транслировала выступления ребят на телеканале Универ ТВ и платформе ВКонтакте. Ежедневно они выставляли всю нужную аппаратуру заблаговременно, до начала концертов, отслеживали сценарный план и контролировали качество звука и картинки. Благодаря им зрители смогли погрузиться в атмосферу фестиваля и рассмотреть ближе всех ребят, блистающих на сцене. Эти две недели мы достаточно плодотворно поработали. Я думаю, это можно посмотреть по тем трансляциям, которые мы вели. Лично я стою за крупным планом. Самые большие сложности, когда динамичные номера, например, танцы. Там надо работать очень быстро, поэтому наш режиссер трансляции нам помогает, передает по наушнику, кого нам лучше взять, какой план сейчас будет следующий в эфире, потому что нужно четко понимать, чтобы не дублировать друг друга. Или, например, когда идет вокал, кто-то берет солиста, кто-то берет гитариста, и потом мы меняемся между друг другом. Нам в этом помогает. Завершающим номером стало совместное выступление вокального ансамбля Института филологии и межкультурной коммуникации «Мелоди», со всеми участниками, чьи таланты объединились на галоконцерте «Дня первокурсника-2023». Кристина Осёгина, Валерия Карташова, Александр Кузнецов. Универ Новости.